Всем здравствуйте и добро пожаловать на сегодняшний BFC Green Talks. Надеюсь, все прекрасно провели это и взяли сил. BFC Green открывает новый учебный год с вебинара, посвященного чтению. Хочу представить вам Катю Ганщину, восходящую звезду русской благосферы, талантливого дизайнера, а также заядлого читателя. Катя ведет блог, где сочетает свою любовь к дизайну и книгам, создает альтернативные обложки и высказывает свое мнение о прочитанных произведениях. Сегодня мы узнаем, всегда ли полезен навык скорочтения, а также, как Кате удается читать 75 книг в год. Катя, спасибо большое, что согласились поделиться с нами своими знаниями. Передаю вам слово. Здравствуйте. Меня хорошо слышно, я надеюсь? Слышно прекрасно. Это замечательно. Тогда я начну. Начну я со слайда, где я покажу скриншот своего Инстаграма, как и все выглядит. Вот мой блог книги дизайна на платформе Инстаграм и обложки, которые я создаю для книг, которые я прочитала. Решение завести блог было не из простых, но я к этому пришла. Собственно, а теперь по теме «Как читать много и быстро» и далее по рейсу на скорочтение. И как раз и скорочтение, и побороть боязнь до успех книг. Для начала стоит задаться вопросом. А оно вам зачем? Чтобы жадное видеоразбору поглотить энное количество книг в рамках вызова, которые вы сами себе бросили, чтобы проверить его внутреннего читателя на прочность? Или ваше время ограничено какими-то внутренними или внешними факторами и диплайнами, если речь идет о специализированной литературе? Или вовсе отдать дань статистическому фанатизму, чтобы с гордостью или разочарованием подсчитать суммарное количество страниц за определенный промежуток времени? Конечно, каждый читатель, который осознает себе неустомимую жажду к литературе, рано или поздно произносит «Окей, Гугл, скорочтение». И как минимум, узнают скорость, а как максимум, нагревают периферийным зрением в таблице Шультер. И вот они на экране перед вами. Суть таблицы Шультер – это упражнение по скорочтению, когда, глядя в центр картинки, вы должны, не двигая глазами, отыскать все числа по порядку. То есть вот здесь, я думаю, все ясно. То есть слева у нас представлено, как это выглядело в оригинале несколько десятков лет назад и как они выглядят сейчас. Тренировка периферийного зрения. И, кстати, я среди максималистов, тех, кто упражнялся по этим таблицам, исследовал техники скорочтения. Однако они мне не принесли должное удовольствие в оригинале. Безусловно, есть полезные приемы, вроде чтения без проговаривания слов в мозге. Но как отказаться, например, от произнесения строчек у Набокова? Ведь там слова, и не слова вовсе, а переливающиеся всеми цветами радуги алмазы. Строчки его хочется даже не проговаривать, а скопировать прямо в мозг, дабы при удобном случае вернуть в глядь от веющую пустоту пространства. Или как у Саши Соколова. Рот сам по себе начинает прошептывать слух эти сложно-сочиненные конструкции. Только посмотрите. Читать слух – это очень сложно, поэтому я дам сейчас вам некоторое время, чтобы вы просто вглядели в этот текст. Как это возможно без проговаривания, я себе представить не могу. Такой русский, постмодерн в литературе. Я сейчас не хочу проговаривать этот слух, потому что я боюсь злиться с этой скороговорки. Так вот, как тут не артикулировать и не перечитывать, каждый раз возвращаясь в дебри предложения. Скорождение, по моему мнению, это рабочий инструмент, который используют, когда надо и когда сроки горят. В художественной литературе для души он вряд ли применим. По причине своей торопливости, упускаемости и бескусности в отношении текста. И будя я писателем, я бы разобиделась на всех приверженцах подобных практик. Все-таки не для того я ночами не спала, чтобы они за пару часов поглотили мои мысли, страдания и фантазии. Искусственное наращивание темпа. Если вы читаете в своем удовольствии, по своему личному желанию и не участвуете в паре, по которому мы должны задать им почистать войну и мир, а иначе лишитесь всего состояния, то какое-то скорочтение и смысл. Хотите выстроить самую суть? У КЕ есть краское содержание. Так, по-моему, и выглядит скорочтение на практике. Если же того требуют обстоятельства, и над вами висит список специализированной литературы, который нужно прогласить к определенному часу дня, приемы скорочтения к вашим услугам. Им не очень сложно овладеть. Просто требуется определенная толика концентрации. Так как же читать много? Ответ прост. Читать регулярно и ежедневно. Но так неубедительно звучит, согласитесь? Поэтому расскажу свою историю обретения чтения заново и дам советы, которые реально помогли мне вернуться в мир к литературе. Первое и самое главное – это переход с бумажных книг на электронные. Для меня это определяющий фактор плодотворности. Я сама долго была привержена к непечатному слову, пока не обнаружила, что читаю очень редко и вообще выпало из литературы моего потока. Решила попробовать почитать на мобильном одно редкое дзание по воспитанию детей. Знаете что? Мне понравилось. Затянуло. Электронная книга – это крайне выгодное вложение в своем внутреннем читателе. Да, лидер запаха типографской краски не имеет, но количество его плюсов на лицо. Удобство, легкость восприятия, физическая легкость, не надо носить тяжелые домики, чтение при недостаточном освещении, регулировка шрифта, экономия средств при покупке электронного издания, цитаты из произведения в одном файле, а главное – леса целая, по концу. Второй пункт – это регулярность, как я уже заметила. Выберите для чтения определенное время в течение дня. Например, я всегда читаю перед сном. Это уже как ритуал. Правда, большинство из нас перед сном скроллят ленту соцсетей. Попробуйте заменить на чеху. Кому-то будет удобнее читать за утренним кофе или по дороге на работу. Главное – определиться и не нарушать собственных обещаний. Больше читать можно, меньше ни в коем случае. Затекайте время, которое вы готовы отдать чтению и предавайтесь только ему. Следующий совет – это формирование списков. Я имею в виду списки «хочу прочитать» – это для того, чтобы избежать паузы в чтении после того, как книга закончится. И «прочитано» – для того, чтобы за тобой гордиться и показывать внукам. Если свой список создавать не хочется, возьмите «готовый». К примеру, 100 лучших книг всех времен и народов. Список книг Норвежского книжного клуба или шорт-листы литературных премий, например, «Букер». Такой подход принесет много планирования и предсказуемости в вашу литературную жизнь и не будет задаваться вопросами, что почитать. Следующий пункт – рефлексировать. Писать рецензии, ввести красивый читательский дневник, записывать свои ощущения от книги, доходить до рисунков. Главное – отмечать, каким образом книга отозвалась в ваше сердце, что изменило или вообще прошло не манутора. Вообразите, что вы самый важный критик на дневе и от вашего одобрения или порицания зависит из-за описания. Следующий пункт – это друзья по интересам. Если окружение много читает, априори предпочитайте соответствовать. Такой уж механизм. А если друзья не особо разделяют ваш интерес к литературе, «Добро пожаловать в книжное комьюнити в любую из социальных сетей, где вам уютнее». Мне нравится Инстаграм. В нем я сочетаю свою страсть к творчеству и пишу о книгах. В крупных городах есть оклайн литературные сообщества и клубы. Такие, как, например, литературный клуб Сюрихова в Швейцарии, клуб Гетерион в Москве. Конечно, их гораздо больше, просто мне он нравится. И если есть некоторое вдохновение, единомышленники и желания, можно создать свой литературный клуб. Следующий пункт – это «Боязнь больших объемов». Очень распространенная тема. Я ее решаю радикально. Отключаю на дисплее ридера количество страниц книги и процент прочитанного. Начиная читать, я не имею ни малейшего понятия, когда книга закончится. Авантюра? Еще какая? Но так даже интереснее. Объем книги – большая подсказка к финалу. Следующий совет – «Перемены». Если все время читать только об одном и том же, велика вероятность присытиться. Чередуйте научпоп с магическим реализмом, психологические романы с юмористической прозой, большие романы со сборниками коротких рассказов, философские трактаты со сказками, классику с современными авторами, зарубежную литературу с русской, комбинации великое множество. Только не давайте себе заскучать и отказаться от чтения вовсе. И, наконец, самое главное. Выбор Михайлович Достоевский говорил «Перестать читать книги – значит перестать мысли». И я с ним всецело согласна. Несмотря на то, что прошло несколько веков и мы обзавелись множеством каналов информации, чтение по-прежнему не теряет и не потеряет своей актуальности. Я в этом уверена. Читайте с удовольствием. У меня все. Спасибо большое, Катя. Очень интересно, подробно. И аж захотелось купить лидер. Но у меня вопрос по поводу аудиокниг. То есть слушать, а не читать. Я пыталась так делать, когда нет времени взять книгу, сесть и погрузиться в нее. Думала, послушаю аудиокниги, но я не улавливаю ничего. То есть мне нужно видеть текст перед глазами. Что Вы думаете про аудиокниги? Я думаю, что это зависит от типа восприятия. Вот я так же, как и Вы. Я на двух информацию не воспринимаю вообще. В больших количествах. Мне проще читать. Кому-то проще слушать. И тут вот, как говорится, на вкус и цвет. Ничего против не имею, но... Ну и, кстати говоря, достаточно... Мне мало попадалось аудиокниг, которые бы было интересно слушать, как сказать, с точки зрения... С точки зрения того, кто эту книгу надиктовывает. Ну вот, допустим, как пример, сейчас он будет немного такой странный. Ленидикт Ерофеев, Москва, Петушки в исполнении Шнура. Ну это было здорово. Это хотя бы как бы концептуально укладывается. Таких примеров достаточно мало. А вообще еще применительно к содержанию сегодняшней презентации хотел бы еще добавить. Там был совет о том, что нужно чередовать разную литературу, дабы не присытиться. Мне кажется, еще логично, если, допустим, Вы прониклись каким-либо одним автором, ни в коем случае не практиковать чтение всех его книг подряд. Ну, особенно если речь идет в художественной литературе. Потому что это все чревато тем, что просто сюжеты всех его книг у Вас сольются в одну какую-то сюжетную линию. Особенно если речь идет о таких писателях, как Эрих Мэри и Ремарк, например. Ну, и, в общем, каждый, думаю, может привести пример, которому мы наиболее близы к этому отношению. Тут нельзя не заметить, что все хорошо в миру. И к погружению какого-либо писателя это тоже относится. Да, я с тем, просто, с другой стороны помню. У Вас есть еще один вопрос от Юджена. Он спрашивает, Катя, сколько времени в день Вы уделяете чтению? Ну, как бы в среднем. Ну, в среднем я стараюсь читать около двух часов, двух с половиной. Это вот как бы моя такая средняя... Среднее время. Иногда больше, иногда меньше фиориста загрузки по течению дня. Но вот это такой средний показатель. Если мы конкретно говорим про душевную и все нехудожественную литературу. Вот. Окей. А можете посоветовать еще девайс? Вот Вы скинули читаете? И можете какой-то красоткий обзор сделать лучших? Ну, достаточно сложно делать обзор, потому что другими ридерами я не пользовалась. У меня лично Kindle Paperwhite, он меня устраивает полностью. У него сенсорный экран, есть подсветка, что очень-очень важно, потому что есть громадная разница между даже самым низким значением подсветки на смартфоне, допустим, или планшете, и самой низкой подсветкой на ридере. Суть в том, что когда мы читаем в темноте, кромешной, допустим, нужно выставлять самое низкое значение подсветки, чтобы было меньше вреда глазам. И вот ридер с этой функцией справляется просто на отлично. Глаза вообще не устают, в отличие от смартфона. По еще каким-то другим моделям ридеров, ну, Покетбук хвалит, ну, это как бы основные такие вот модели, которыми возникли, фирмы точнее, это Покетбук, Kindle. Но я сделала свой выбор, пользуясь Kindle. Классика. Вопрос от Виктора. Перечитываете ли вы книги, которые вам нравятся? На перечитывание сейчас у меня, к сожалению, все меньше и меньше времени, но я к ним, знаете, обращаюсь. То есть у меня есть такие произведения, которые так или иначе приходится к ним возвращаться. Допустим, раньше много перечитывала, пока я еще была на бумажных книгах. Перечитывала постоянно, причем свои там любимые книги, Достоевского, Булгакова, много русской классики. А теперь, когда есть выбор большой, электронных изданий, на перечитывание нет времени, наверное, и даже можно. А вы в своем блоге делаете обложки и пишете рецензии только на те книги, которые вам понравились, или также можете разгромить какое-то произведение? Конечно, могу разгромить. И так происходит... Ну, я бы не сказала, что часто. Я, конечно, немного предвязв в отношении книг, но я не агрессивно предвязв. Я допускаю этот вариант, что книга может кому-то понравится, а мне не понравится. Но обложки я делаю, так как это немножко параллельные такие штуки, как получаются. Как это сказать? Допустим, я не люблю Хамингуэя, и особенно не люблю Старика Мой. Но при этом я все равно сделала на нее обложку и постаралась вынести самую главную суть этого произведения так, как я ее вижу. И потом уже дальше у меня писала рецензия о том, что я вот Хамингуэя не люблю Старика Мой. Спасибо большое. Не было еще мыслей перейти из блогерства во влогерство? Это следующий, наверное, этап. Я до него еще не дошла, потому что я-то блогером себя не так давно осознала, всего лишь пару месяцев назад. И на следующий этап я пока не засматриваюсь, и, наверное, пока еще не готова. Но, может быть, могу и нет. Окей, спасибо большое. У кого-нибудь есть еще вопросы? А то я так напрямую с Катей общаюсь. Да, есть. Здравствуйте, Катерина. Спасибо большое за Вашу презентацию. Вот у меня такой вопрос в итоге не понял. Вы рекомендуете нам владеть этой техникой скорочтения или нет? Спасибо за вопрос. Я поясню. Я считаю, что скорочтение, оно уместно для определенных случаев. Если Ваш ответ на вопрос, зачем Вам скорочтение, это для чтения специализированной литературы, тогда да, определенно. А в отношении художественной литературы для души, ну, по мне, это весьма кощунственно. Да, хорошо, согласен, Вы говорили. А если Вы противочи какую-то технику скорочтения владеть этой техникой, то что Вы порекомендуете? Какие-то ресурсы, техники, не знаю. Как бы я давно интересуюсь этим, но никогда вот серьезно этим не занимался. У меня был курс по скорочтению, как-то он мне случайно попал, и я его прошла. Мне его кто-то порекомендовал, и я не могу сейчас на него ссылаться, потому что в Гугле очень много информации по этой теме, правда. Да, но хочется что-то проверенное. Что-то проверенное, но... Может, не сейчас, может, попозже, если... Хорошо, я этот момент уточню. Спасибо Вам за вопрос. Да, и Вам спасибо. Все хорошо. Я думаю, что в этом случае уместно было бы, если курс будет найден, разместить его, по крайней мере, у нас на iShare, и тогда все желающие смогут и знакомиться с ним. Да, хорошо. Зачем этот вопрос? У нас еще есть пару минут, поэтому если у кого-то остались вопросы, то смело задавайте их Кате. Здравствуйте. Вот хотел спросить. Многие читают в транспорте, но это... Ну, не то чтобы неудобно, допустим, я не могу это делать, потому что постоянно отвлекаюсь. Может, Вы знаете, как можно сконцентрироваться получше? Есть ли какая-то, может быть, техника для этого? Спасибо. Сама не любитель читать в транспорте, но иногда приходится, допустим, при каких-то определенных обстоятельствах. Но мне лично, знаете, что помогает? Пустые наушники, пробки просто в уши вставить. Такая вот, создаются некоторые вакуумы, которые загружают вот этот вот окружающий шум. Да, это отличная простая мысль, которая не приходила в голову. Спасибо. Не за что. Да, извиняюсь, Катя, извиняюсь. Или, знаете, просто вот самое сложное, перед тем, когда ты открываешь книжку, это первые пару минут, чтобы текст тебя, так сказать, погрузило. И вот, как раз, на эти пару минут очень хорошо спасают наушники, пробки. Вот, моя мысль закончена. Андрей, ты что хотел сказать? Ну, просто я преимущественно и читаю книги в транспорте. Мне кажется, это вопрос исключительно при привычке, я думаю. Ну и плюс, конечно, здесь, если речь идет об общественном транспорте, то здесь слишком много зависит от всяких таких факторов, с которыми мы ничего поделать не можем. Ну, допустим, там, количество людей в вагоне метро или там в автобусе. Ну, я в последнее время так стал зачитываться, что даже читаю стоя и иногда даже стою в очереди в супермаркете. Особенно это, конечно, когда книга близится к концу. Ну, или, может быть, если у вас настолько все это сильно раздражает, попробуйте не читать в транспорте, как например. Какое-то другое время выберется для сочтения. Ну, если это прям совсем по критической степени заходит. Ну, это не может сконцентрироваться в транспорте, а я вот советую не читать в транспорте, потому что так можно углубиться в книгу и пропустить свою остановку, уехать далеко и потом не знать, как вернуться оттуда. Вот у меня так один раз было и больше не читаю. В транспорте, конечно, так-то читаю. Так, у нас через пару минут, если есть вопросы. Спасибо, Катя, большое за презентацию. Вообще очень здорово, да, и очень приятно слышать, что люди еще сегодняшнее время читают и обогащаются. Я тоже любитель почитать, хотя вот в последнее время ввиду, скажем, обстоятельств, все меньше и меньше остается времени на художественную литературу. Я просто что хотел сказать, посоветую тоже ребятам. есть очень классный такой ресурс, как бы не ресурс, а программка, которая называется «Колибри». Вот если вы каким-то образом получили какую-то книгу, ее можно всегда конвертировать в другой формат того девайса, который вы используете. На вопрос, что хорошо из всех сегодня присутствующих девайсов для чтения в электронном формате, «Киндл Лидер», да, вот «Киндл Пейпер Уайт», вот то, что вы используете, я и жена моя. Поэтому, ну не знаю, конечно, можно найти альтернативу, но сколько вот уже, я не знаю, лет, наверное, 5, у меня уже третий или четвертый девайс, никогда проблем с ним не было. Вот. Еще что хотел сказать, как бы тоже то, что вот было сказано сегодня, это больше относится к художественной литературе, да, когда если мы говорим о литературе такой более, ну, у них чувство серьезной, но литературе, да, профессиональной, да, там по менеджменту, по финансам и так далее. Помимо вот того, что мы, как бы, можем читать это там в транспорте, как бы, ну не всегда это получается, нужна обстановка специальная, да, ну там, для того, чтобы эту информацию, как бы, через себя пронести, да, и после этого можно даже сделать какие-то заметки для того, чтобы к ним потом вернуться, вот. Но, конечно, приятно, это несравнимое чувство, когда читаешь художественную литературу, потому что то, что ты можешь, ну, да, пережить, вот, и получить какое удовольствие, это не сравнивается, конечно, да. Спасибо еще раз за... Вам спасибо большое за комментарий. Кстати, я в пользу случаем хотел бы добавить, что различные, ну, обычно очень краткие рецензии на книги по менеджменту, финансам, ну и все, во всем том, что как-то укладывается в понятие бизнес-литература, еженедельно размещается на нашей страничке в Фейсбуке по пятнице, собственно. Как правило, книги берутся из списков, которые рекомендуют Порпс, Гардин и другие изрубежные издания. Спасибо большое, Андрей. Поделитесь с нами на iShare также этим. Я хочу даже разогреться. Спасибо большое нашему спикеру, а также всем участникам за то, что нашли время присоединиться к нашему вебинару и поучаствовать в беседе. Будем держать вас в курсе и оповещать о новых BFC Green Talks. Если у вас есть идея и желание поделиться знаниями с другими, то смело обращайтесь к нам. О записи предыдущих вебинаров вы можете найти на нашем канале на YouTube. До скорых встреч, а пока ждем вас в iShare-группе на Facebook и желаю вам хорошего вечера. До свидания. Спасибо, всего хорошего.